Это программа День с Толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Грипп в крае пошел на спад. Это хорошая новость. Плохая вакцина от ОРВИ закончилась. Главный участник драки на Старом Базаре впервые заговорил в суде, что думают о случившемся обвиняемой. В крае открыли алтайскую елку в онлайн-формате. Бывший сотрудник ФСБ Олег Гусев может стать новым управделами губернатора Алтайского края. Об этом сегодня написал Банфак со ссылкой на собственные источники. По их информации, губернатор Виктор Томенко уже подписал распоряжение о назначении. Официально об этом решении могут объявить уже в новом году, 1 января. В Алтайском крае привили 60% взрослого населения. Правда, это сумма вакцинированных от COVID-19 и гриппа. От новой инфекции прививку поставил 1 миллион человек, а от ОРВИ – 605 тысяч. Нагрузка на закупку лекарств сейчас двойная. На прививку от гриппа сегодня израсходованы все препараты, объясняют в Роспотребнадзоре. Было запланировано привить против гриппа более миллиона, миллион триста. На сегодня мы израсходовали всю вакцину, которая поступила в рамках государственной заявки из федерального бюджета, привито 605 тысяч. За прошедшую неделю в Алтайском крае зарегистрировано 23 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций. В городе Барнауле составляет 8 тысяч случаев заболевания. За последние три недели отмечается снижение заболеваемости. Это немножко больше, чем, например, предыдущие годы. Сами праздники отмечаются как снижение заболеваемости. Естественно, мы, как вы помните по прошлым, о подъемах после праздников, это в конце января-февраля, у нас всегда отмечался, так скажем, подъем заболеваемости. Сейчас больше взрослые, потому что детей, все равно у нас есть такие профилактические меры разобщения детей. То есть, если в организованном коллективе детей заболел, есть случай ковида, то есть у нас ребятишки все отправляются на изоляцию. Если у нас заболели ОРВИ, согласно санитарных правил, свыше 20% детей, дети тоже отправляются, классы там закрываются. Заступался не виноват. Михаил Старцев, главный участник драки на Старом базаре, впервые с начала судебного процесса взял слово. И заверил, цели в потасовке не было. София Яценко продолжит. Сегодня в Центральном районном суде прошло очередное заседание по делу о драке на Старом базаре, которое произошло в июле прошлого года. На заседании подсудимый Михаил Старцев рассказал свою версию случившегося. Защищался, заступался, а не виноват. Участник драки, тудара которого скончался Павел Рохлов, до сих пор отрицает свою вину. Кроме того, по его словам, в этой истории слишком много неправды. Начиная от поездки в такси, где компанию Старцева назвали пьяной, заканчивая странными подробностями после общественного резонанса, заключил Михаил. Это баба, он ожил! Я ее не трогаю! Он ожил! Я ее не трогаю! Слышишь, он ожил! Слышишь, он ожил! Нет, не ожил! Не ожил тебе смерть! Он попнул! Тебе смерть! Дай на него! 27 июля 2020 год. В драке на Старом базаре после удара Михаила Старцева мгновенно погибает его оппонент Павел Рохлов. Вдова погибшего Светлана тут же обращается в социальные сети и СМИ. Валили на землю, начали его запинывать. Мой муж просто не сдержался, побежал просто их разнять. И по видео видно, что он стал между ними, он разнимал их. Под домом подбежала я. Я подошла к девушке и сказала, вы что творите? Что вы творите? На что, там по видео прекрасно видно, она меня толкнула с такой силой, что я упала. Она меня пнула вот в эту часть, вот в эту зону. У меня здесь гематома. Старцева тогда сразу окрестили боксером. Однако позже выяснилось, что к профессиональному спорту мужчина не имеет никакого отношения. Михаилу предъявили обвинение по части 4 111 статьи «Смерть по неосторожности». За полтора года прошли десятки заседаний. Опросили потерпевшую Светлану Рохлову, Лилию Ворогуршину, профессиональную спортсменку и подругу Старцева, так называемого инвалида, которого считают зачинщиком всей потасовки и многочисленных свидетелей инцидента. В зависимости от того, кто давал показания, Михаил Старцев спокойно слушал и заметно нервничал, переминая руки и ноги. И все это время хранил молчание, вплоть до последнего слова. Они мели ноги, кружилась голова. В таком состоянии, говорит Старцев в суде, ему приходилось продолжать отбиваться от агрессии других участников потасовки. Кроме того, настаивает Михаил, компания во главе с погибшим была в состоянии алкогольного опьянения. К слову, все это время Старцев находился под домашним арестом, который должен был продлиться до 8 января следующего года. Однако после допроса в суде меру пресечения главному обвиняемому изменили. Он отпущен под подписку о невыезде. Следующее заседание пройдет 11 января. София Иценко, Алексей Фризин. День с толком. Полтора миллиарда рублей планирует вложить сибирская генерирующая компания в обновление теплосетевого комплекса Барнаула в предстоящем году. А в общем вложение компании в обновление ТЭЦ, котельных и теплосетей в Барнауле, Бийске и Рубцовске составит 4,2 миллиарда рублей. Накануне в энергетической компании подвели итоги работы в 2021 году и рассказали о своих планах. Слово Наре Шагировой. Почти 50 километров тепловых сетей заменили в этом году в Барнауле, Бийске и Рубцовске. 62 единицы вспомогательного оборудования отремонтировали на ТЭЦ. На эти цели энергетическая компания направила почти 4 миллиарда рублей. Львиная же доля затрат пришлась на тепловые сети Барнаула. Дополнительные ресурсы направили на восстановление ТЭЦ-2 после обрушения дымовой трубы. Ни одно из подразделений не пострадало, хочу это повторить еще раз, после того, как произошел инцидент на ТЭЦ-2. Были выделены дополнительные ресурсы. Важный пункт – гидравлические испытания в межотопительный сезон. Только так можно узнать о повреждениях тепловой сети. В этом году их было 491, что всего на 3 больше, чем в прошлом. И в этой части, по словам руководства компании, в текущем году были перемены. Мы поменяли схему гидравлических испытаний именно по контуру ТЭЦ-3. Если раньше мы останавливали всю станцию, отключали всех потребителей и проводили гидравлические испытания, последовательно, тем не менее, по каждой магистрали, последовательность была маленькая иная, чем сейчас. И это было причиной довольно длительного срока отключения наших потребителей от горячей воды. В этом году схема изменилась. Отключать горячее водоснабжение стали последовательно. На участках ремонтов использовали обводные линии. Это позволило барнаульцам на 8-10 дней меньше проводить без горячей воды у себя в квартирах. Нам удалось избежать отключения порядка трети наших потребителей при так называемом полном остановке теплификационной установки станции. Около 112 тысяч потребителей ТЭЦ-3 и это отключение обошло. Вот мы считаем, что это одно из основных наших достижений при этих гидравлических испытаниях. В 2022 году вложения компаний в Алтайском крае вырастут на 14% в цифросоставе 4,2 миллиарда рублей. Так, в Бийске построят еще больше километра тепловых сетей, отремонтируют почти 10 километров и модернизируют 22 угольных котельных. Рубцовск ждет замены изоляции на 17 километрах теплосетей. Еще 4 километра теплосетей заменят, а котельные номер 3 и 9 модернизируют. Основная доля инвестиций 2022 года придется на Барнаул. Планируется переложить еще 32 километра теплосетей, реконструировать 23 центральных теплопункта и построить 3 газовые котельные для закрытия 4 угольных. Анна Рашигирова, Александр Антропов. День с толком. Чудом обошлось без жертв. В Куландинском районе накануне произошло столкновение грузового поезда и пассажирского автобуса. В автобусе находилось 16 человек, семерых госпитализировали. Это уже восьмая авария на ЖД-путях в этом году. И каждая из них произошла по вине водителя легкового авто. Какие меры предпринимают железнодорожники, чтобы подобных аварий было меньше, смотрите далее. Ну давай, я тебя хоть обниму. Давай. Сотрудник ГИБДД останавливает водителей у переезда. Вместо кнута пряник от РЖД. Такие же профилактические рейды проходят в автошколах и в связи с недавними событиями в образовательных учреждениях. Волонтеры акции «Безопасная железная дорога» и известный всем алтайский «Мехутка» напоминают. Железнодорожные составы весят до 9 тысяч тонн. Тормозной путь такого поезда до одного километра. Желание проскочить на красный иногда стоит жизни. Ну, подъехал. Красный горит. Машин нету. Поезда не видно. Думаю, ну может проскочу. А потом подумал, а вдруг что-нибудь с машиной заглохнет. Часто бывало такое. Ну, постоял минут пять. Зато живый, да, и все нормально. Чудом выжили пассажиры этого автобуса. Накануне в Кулундинском районе водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на ЖД пути. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать уже не удалось. В автобусе было 16 пассажиров. Несколько человек госпитализировали. Кстати, даже если водитель избежал столкновения с поездом, но проехал пути на красный, уйти от ответственности будет трудно. Влечет наказание 5000 рублей, либо лишение права управления от 3 до 6 месяцев. Если повторно водитель нарушил правила проезда железнодорожных переездов, то лишение права управления один год. Сегодня на железной дороге региона продолжают работу по повышению безопасности на путях. На переездах устанавливают заградительные барьеры, проблесковые маячки, звуковую систему оповещения, камеры. Случается и такое, когда водитель выехал на зеленый и вдруг заглох на путях. Допустим, на переездах, которые с дежурными работниками, обратиться к дежурному работнику, чтобы мы вовремя смогли остановить. И второй элемент, это мы ввели на специальные ящики шкафы, стоят рядом с ЖД переездами серого цвета. На них мы наклеили информационные таблички с номерами телефонов, на которые может позвонить автовладелец, нашему диспетчеру, который примет все меры для того, чтобы передать информацию поездам для остановок. Добавим, в этом году на железнодорожных переездах Алтайского края по вине автомобилистов произошло 8 ДТП. Три аварии закончились смертельным исходом. В Зональном районе в ДТП с поездом попала семья, дети остались сиротами. В Тальменском районе учительница решила подвезти школьников домой. В итоге столкновение, трое детей погибло на месте. И ведь все эти аварии можно было бы избежать. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Один из барнаульских дворов обрастает мусором. Несмотря на регулярные вывозы, объем отходов настолько велик, что бункер постоянно переполнен. Управляющая компания и рекоператор по-разному смотрят на вопрос, что не так с этой площадкой. А обсуждение проблемы переходит на повышенные тона. Мы с вами, когда переписку с участием надзорных органов затеем, по каждому пунктику вам все распишем. Не на повышенных тонах маскируя раздражение, на проблемной точке встретились рекоператоры управляющей компании. Солнечная поляна 94, новостройки, вид на которые портит строительный мусор. Управляющая компания, в свою очередь, не осуществляет свою обязанность по обслуживанию данной площадки. По словам рекоператора, управляющая компания «Атлант» начала организовывать мусорные площадки осенью, сразу после сдачи дома известным барнаульским застройщикам. Твердокоммунальные отходы принимают в один контейнер. Пока новостройки этого достаточно. А здесь должны складировать крупногабаритный мусор. Объем килограммов в этом доме не может превышать 2,5 кубометров по нормативу накопления. Здесь же, как видно, отходов в несколько раз больше. Кроме того, в реестре этой площадки пока нет. Да и мусор, как объясняет рекоператор, не по назначению строительный. Мы видим утеплитель, мы видим гипсокартон, мы видим различные смеси строительные. Кожельшок прилично, многие уже заехали, живут. Ремонт много кто делает. Постоянно вечером мусор выносят. Ничего не сделано, голые плиты, все голое. Пол заливать, это все делать надо стены и выравнивать. Это больше стройка, которая должна вывозиться другими компаниями, не региональным оператором. Строительный мусор – это все виды отходов, которые скапливаются в результате проведенного ремонта, демонтажа, реконструкции или строительства. Вывозят стройку действительно другие организации, а зона ответственности рекоператора – лишь ТКО. Кстати, обычные мусоровозы не могут загружать стройку. Это может привести к поломке транспорта и проблемах с вывозом мусора во всем районе. Но в этой управляющей компании другое мнение. Разрешение на капитальный ремонт есть? Нет, мы так не разграничили. У меня тоже нет. Соответственно, весь этот мусор у меня не от капитального ремонта. У меня здесь нет ни бетонных плит, у меня здесь нет ни ломаных стен, ни крыши. Что за утеплитель-то здесь? Ну, с балкона сняли утеплитель, переделали. Так они, может быть, несущие конструкции переделали. При этом прописано ли отличие мусора от капитального и текущего ремонта, в управляющей компании отвечают так. Да, конечно, нет. Есть понятие капитального ремонта и текущего ремонта, да. А разделить мусор, ну, это на самом деле нереально. Но реально. И дело даже не в позиции разделять стройку на капитальную и текущую, а желание содержать двор в чистоте. В Барнаульских новостройках часто можно увидеть специальные большие контейнеры, которые УКА устанавливают сразу после сдачи дома и на период ремонтных работ. Туда жители и складируют стройку. А для крупногабаритного мусора организуют другие площадки и баки. Это исключает и беспорядок на обычный контейнер на площадке, и образование свалок на придомовых территориях. А такой вид, по мнению экспертов, попадает под действие статьи о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды административного кодекса. Пока же стороны заключили акт, который направят в надзорный орган. Роспотребнадзор должен будет изучить мусор и дать оценку, кто все-таки должен утилизировать эти отходы. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Несмотря на скорые всеобщие выходные, медицинские организации продолжат свою работу. Врачи будут вести не только экстренный, но и плановый прием. Однако получить медицинскую помощь можно будет с небольшими ограничениями. Во время новогодних выходных оказывать медпомощь не перестанут. В обычном режиме работу продолжат станции скорой помощи, родильные дома, стационары и травмпункты. Особый упор будет сделан на скорую и неотложную помощь. Однако изменения графика коснутся поликлиник. В поликлинике будут работать, соответственно, 31, 2 и 8 с 8 до 14 часов будут работать участковые службы, узкие специалисты. Будет возможность получить и инструментальное, и лабораторное обследование, а также вакцинироваться против гриппа и новой коронавирусной инфекции. Ну а также будет осуществляться и выдача лекарственных препаратов. А с 3 по 6 января часы работы будут увеличены. Прием будут вести до 18 часов. Что касается лекарств, то недостатка препаратов, говорят в Минздраве, нет. Ведомствам было дано распоряжение выписывать медикаменты для льготников как минимум на 3 месяца, а по сердечно-сосудистой льготе – на полгода. Параллельно с этим медицинские организации получили запас лекарств на новогодние праздники. Сейчас у нас в крае в медицинских организациях товарный запас составляет на 35 тысяч пациентов, также находится на 59 тысяч пациентов лекарственных препаратов на складах аптек Алтая. Выходными днями для аптек станут лишь 1, 7 и 9 января. В остальные праздничные дни все аптеки города будут работать. Также продолжатся и мониторинги состояния больных ковидом беременных, вакцинации беременных, экстренной и неотложной помощи детям и состояния больных детей до года. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня торжественно открыли «Алтайскую елку». Из-за пандемии это онлайн-проект взамен традиционный. Он доступен на сайтах и соцсетях учреждений доп. образования. Виртуальными гостями открытия стали творческие коллективы города «Веселый снеговик» и, конечно, «Дед Мороз» со снегурочкой. Проект продлится до 9 января. Посетители смогут поучаствовать в конкурсах, волшебной мастерской и других видах активности. Онлайн-адрес «Алтайской елки» сейчас на ваших экранах. И к новостям спорта. На новогоднюю паузу отправились баскетболисты Барнаула, сыграв заключительный матч против Новосибирска. Встреча вышла эмоциональной, особенно финал. Матч между Барнаулом и Новосибирском привлекал огромное внимание. Сибирское дерби плюс заключительный матч года. Каждая команда рвалась до победы. «Да, отвечу, что за это, наверное, и любят баскетбол. За вот эти броски красивые на последних секундах. Переводы игры в овертайм, решения на последних секундах. Это тот красивый баскетбол, который мы полюбили, за это, который мы одержим». Первую партию выиграли хозяева, вторую – гости. И здесь начинается самое интересное. За пару секунд до конца встречи Злобин забросил трехочковый и сравнял счет в матче. «С мячом, плотно против него Туманов, свеженький, Злобин бросает и забивает Дмитрий Злобин. Что это было?» 58-58 и команда отправились в овертайм. «Я увидел, что Леша подбирает мяч, и у нас сейчас осталось время на атаку. Мы проиграли три очка, не было времени идти под кольцом, можно было бросать. Я услышал, что их тренер кричится, чтобы они фалили. Поэтому получилось обмануть защитника и бросить его хочу». Как говорится, то, что мы любим, случается дважды. По занавесу овертайма Мартынов снова спас Барнаул. Бросив трехочковый за четыре секунды до конца, сравнял счет. «Мартынов, Мартынов!» «И забивает Александр Мартынов за четыре секунды до завершения первого овертайма». Болельщики было подумали, нас ждет второй овертайм, ведь до конца четыре секунды. Но с этим не согласился игрок Новосибирска Александр Лавников. Он сделал бросок из-за дуги одновременно сиреной. «Там кого защита не успела взять, прихватить от получения, кому можно в принципе вообще этот мяч хотя бы доставить. Он сразу разворачивается, пуля летит на кольцо и пытается хотя бы его успеть бросить. Это вообще просто, это баскетбольный бог просто улыбнулся нам». В турнирной таблице после этого поединка Новосибирск обогнал Барнаул на одну позицию. Наши расположились на десятой строчке. Следующий матч алтайские спортсмены проведут 10 января в Уфе. А на родном паркете наши сыграют 17 января с куполом «Родники» из Ижевска. Дмитрий Дроздов, День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эволар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok